ВКТ Время новостей Аварийное здание снесут в интересах вступающихся. Наклинившуюся стену на пляже Чайка заметил глава города. В Сочи усилена борьба с брошенными автомобилями. Их объявили объектами повышенной опасности. Знак ГТО на груди у него. Так о себе теперь может сказать еще сотня сочинцев. Пять ударов медного колокола известили накануне вечером о начале в Сочи всемирных хоровых игр. Торжественная церемония открытия состоялась в Ледовом дворце Большой. Подробности у Елены Овсециной. От Белой Олимпиады до Олимпиады хоровой прошло чуть больше двух лет. Все тот же Большой Ледовый дворец, тот же накал страстей. В конкурсе принимают участие 283 коллектива, 25 из которых Краснодарского края. Впервые в России, впервые в Сочи международный праздник песни. Поет здесь повсюду. Абсолютно разнообразный репертуар. Вот хор самой обыкновенной средней школы из Южной Африки. У нас много хороших африканских композиторов. Мы исполняем их песни и здесь хотим показать свой национальный колорит. В Сочи приехали музыканты, вокалисты из 36 стран мира. Всем интересно посмотреть Приморский город, Красную Поляну, Олимпийский парк. И, конечно, запечатлеть себя на фоне спортивных объектов. Замечательное место Сочи. Сильно отличается от моего дома. Я здесь никогда не была. Город олимпийской славы. Сочи теперь и столица хорового искусства. Открытие девятых игр прошло под девизом «Одна песня – одна земля». Беларусь. Беларусь. Поздняя и Герцеговина. Поздняя и Герцеговина. Дал официальный старт всемирным хоровым играм глава города Анатолий Пахомов. В ознаменовании начала большого музыкального конкурса прозвучало пять ударов колокола, которые символизируют пять континентов Земли. Город олимпийской славы. У нас снова появилась возможность продемонстрировать миру наше радушие и гостеприимство. Внести свою лепту в укрепление межнациональной дружбы. Все участники приехали на прекрасный берег Черного моря, чтобы петь вместе с нами и стать участниками яркого, мирного праздника хоровой музыки. Гюнтер Теч живет в самом поющем городе Германии – Пульхайме. 16 лет назад он основал всемирные хоровые игры, чтобы объединить страны и народы любовью к песне. 11 дней делегаты игр в Сочи будут дарить слушателям яркие эмоции, выражать свои чувства через музыку. Открасочное шоу отразило традиции нашей страны. Это и пение шамана, и кубанские обряды, масленица, адыгейская свадьба. 2,5 тысячи артистов приняли участие в открытии Олимпиады хоровой музыки на сцене Большой сводный хор России. Впереди у конкурсантов хоровые испытания. А сочинцы на открытых площадках города, это Уцума и на Южном Аллу могут поддержать участников всемирных хоровых игр и самим стать участниками зрелищного парада наций, который пройдет по Куркному проспекту 12 июня в 18 часов. Гелена Всец, с нами Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТМ». Девятые всемирные хоровые игры открыты! А уже сегодня в рамках всемирных хоровых игр начались конкурсные прослушивания. Они проходят параллельно сразу на нескольких концертных площадках Сочи и Адлера. Расскажет Ольга Десятого. 11-дневный певческий марафон в Сочи стартовал. Органный зал, Зимний театр, Южное взморье, Сигэлакси, Жемчужина, фестивальные. Со сцен лучших концертных площадок города в эти дни будут звучать голоса со всего мира. Сегодня уже начались конкурсные прослушивания. Под аккомпанемент и акапелла, хоралы, мессы и гимны. В органном зале под стать его камерной обстановке звучит духовная музыка. На сцене хоры из разных стран. Этот женский коллектив, например, приехал из Намибии, что в Южной Африке. А это уже смешанный хор из Южной Кореи, хозяйки всемирных хоровых игр 2002 года. Жюри тоже многонациональное. Россию в судейской коллегии представляет профессор Московской консерватории Лев Конторович. Руководитель академического большого хора мастера хорового пения отмечает, уровень исполнителей на играх в Сочи весьма высок, поэтому и судить будут строго. Здесь оценки такие, значит, верность партитуре хоровой, точность интонации, качество звука, вот, и общее такое впечатление интерпретации, как это правильно или неправильно производится, впечатление не производится. А это уже концертный зал Sea Galaxy. Здесь хоры соревнуются в номинации поп-ансамбли, сценический поп и шоу-хоры. Хор из Австралии поет акапелла в жанре госпел и поп. В их репертуаре, например, каверы на Фредди Меркьюри, а еще своя версия саундтрека из ленты «Миллионеры Струщук». В нашем хоре сорок человек, и мы приехали из Австралии. Мы уже пели в России, выступали в Москве, то есть уже знакомы с дружелюбной российской публикой. А выступать здесь, на хоровых играх в Сочи, для нас это бесценный опыт. Кстати, Краснодарский край на играх в Сочи представляют 25 хоров. Межшкольный эстетический центр из краевой столицы – опытный участник всемирных хоровых игр. Академический хор-центр – призер сразу нескольких певческих олимпиад прошлых лет. На этот раз краснодарцы привезли на игры эстрадный коллектив. Мы участвуем в номинации «Сценический поп». Здесь присутствуют такие песни, которые популярны во всем мире. Ну, это и русские песни, и зарубежные песни, просто мировые хиты. Они поют и танцуют так, что зрители уже не могут усидеть на месте. Кстати, желающих посмотреть на выступления хоров было немало. И билеты все еще можно приобрести в интернете. Кстати, соревнуются на играх и любительские коллективы в так называемых «открытых соревнованиях» и уже опытные ансамбли в соревнованиях чемпионов. Номинации «Детские», «Женские», «Смешанные хоры», «Молодежный», «Фольклор», «Духовная музыка» и «Поп» – все это в ближайшие 10 дней на шести крупных площадках Сочи. А вот имена лучших из 283 хоров, представляющих 36 стран, станут известны только на церемонии закрытия игр 16 июля. А в Краснодаре может появиться поселок для семей, воспитывающих детей с ДЦП. Возможность создания такого проекта на приеме граждан с губернатором обсудили сотрудники благотворительной организации «Ангелы Кубани». По словам Людмилы Надержинской, в социальной деревне будет организована необходимая инфраструктура для жизни детей-инвалидов. Предполагается, что дома будут строить сами семьи. Сейчас необходимо найти землю. 50 домов частных, построенных семьями, воспитывающих детей. И, думаете, с детьми такой категории? Третьей степенью ограничения, да. То есть это дети, которые будут всю жизнь нуждаться в уходе. И создание всей инфраструктуры, то есть реабилитационного центра, ИПО-центра, Центра лечебной педагогики. Желание ищет способ, а не желание – причину. Вот если я у вас услышал, что желание, желание я чувствую, желание есть, значит мы способ найдем. Детки, даже если не инвалиды, ДЦП или аутисты, все они остаются детками. Давайте создадим это семейное счастье, чтобы оно у них все-таки в семьях сохранилось, а не ушло. А для этого они правильно говорят. Им надо сообщество таких деток и сообщество таких семей. Это тоже члены нашего общества, и эти дети – это тоже наши дети. Давайте попытаемся, пусть они свой мир создадут. Отдайте землю, а внутри дальше они сами поймут, как сделать так, чтобы детки из семьи с этими детками смогли создать свой маленький кусочек солнца. С просьбой помочь к Вениамину Кондратьеву обратились и дольщики дома по улице Дмитриевская дамба в Краснодаре. По словам людей, стройку они пытаются закончить 15 лет. Сейчас осталось подключить многоэтажку к теплу, но сделать этого не получается. Теплотрасса запроектирована под старым зданием, принадлежащим Краевому министерству образования. Губернатор дал поручение передать объект в городскую собственность и закрыть проблему. Кроме этого, Вениамин Кондратьев потребовал активнее информировать людей о компаниях-застройщиках, чтобы снижать риски появления обманутых дольщиков. Реестр сделали тех неблагонадежных наших застройщиков или подрядчиков. Вы сегодня сделаете, чтобы потом к нам не приходили, когда они туда деньги несут, ведь никто у власти не спрашивает, это тоже объективность. А когда проблемы, они к власти идут. Давайте понимать, что власть должна создать список неблагонадежных застройщиков, и если кто-то туда деньги отнес, то больше власти вроде бы быть не может. Мэр Краснодара пообещал, что в отопительный сезон тепло к дому на Дмитриевской дамбе будет подведено. А в Сочи продолжается мониторинг пляжных территорий на предмет их благоустроенности. Сегодня глава города Анатолий Пахомов проинспектировал и меритинские пляжи. Они все находятся в оперативном управлении у арендаторов, которые, согласно условиям конкурса, обязаны отвечать за чистоту прибрежных зон отдыха. В этом году и местные жители, и гости курорта отмечают. Пляжи не узнать. Они стали шире и красивее, и уже могут конкурировать с зарубежными. У каждой прибрежной зоны отдыха есть ответственный арендатор. Спрос с них весьма жесткий. В первую очередь, пляж должен быть чистым, отсыпанным, благоустроенным и комфортным. В случае невыполнения своих обязательств, администрация вправе незамедлительно расторгнуть контракты и передать пляж более эффективному и ответственному исполнителю. В целом, арендаторы соблюдают условия. Однако, есть исключения. В ходе рейда глава города обратил внимание на аварийное здание бывшего рыбзавода, которое может представлять угрозу для отдыхающих пляжа Чайка. Анатолий Пахомов распорядился незамедлительно обратиться в прокуратуру. Вот когда-то выкупил этот рыбзавод, устроил там беспредел. И, по сути дела, мы ждем, когда гром грянет. А гром грянул. Сегодня стена развалилась. Хорошо, что люди не погибли. Я уверен, что вместе с прокуратурой мы сегодня предпримем все меры к тому, чтобы, по крайней мере, этот объект рыбзавод сделать безопасным. Сразу после инспекции главы города прокуратура Адлерского района вручила представителю собственника рыбзавода предостережение к принятию незамедлительных мер по недопущению причинения вреда здоровью и жизни граждан. В настоящее время администрация Адлерского района направила документы в Следственный комитет для проведения проверки. В ближайшие сутки в Сочи ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Сочинцы во гостях города просят в случае ЧЭС звонить по номеру 010. И продолжаем. В Сочи в разгар летнего сезона усилена борьба с автохламом, брошенными во дворах жилых домов и на улицах автомобилями, которые месяцами стоят на приколе, портят облик курорта и являются, по мнению членов городской антитеррористической комиссии, объектами повышенной опасности. Выявляют брошенный транспорт специальные рейдовые группы. Сообщают в мэрию о таких машинах и сами горожане. На то, чтобы привезти машину в надлежащее состояние, либо утилизовать ее, собственнику дают две недели. В противном случае автомобиль отвозят на спецстоянку. При этом владельцу грозит судебное разбирательство и штраф за административное правонарушение. Выписывается предписание, оставленное на данных машинах, о перемещении, либо приведении в надлежащее состояние. Это подкачка колес, это замена лобовых стекол, которые в основном разбиты, чтобы данный автомобиль не был визуально похож на брошенный автомобиль. Только в центральном районе курорта с начала года выявлено порядка 200 брошенных машин. Многие автовладельцы предпочли не доводить ситуацию до крайностей. Однако 30 автомобилей, хозяева которых проигнорировали предписание властей, теперь вывозят на спецстоянку. И, как отмечают в мэрии, борьба с автохламом продолжится во всех районах города. 855 сочинцев официально устроены на работу, которую они, кстати, выполняли и раньше. Эта цифра – результат работы городских мониторинговых групп. Они выявляют теневых работников на предприятиях курорта. Сегодня в администрацию пригласили тех, к кому возникли вопросы по итогам последнего рейда. Как правило, это владельцы заведений, где для обслуживания двух-трех этажей той же гостиницы не оформлено ни одного сотрудника. То есть бизнес работает, а люди нет. Хозяин процветает, а те же горничные уборщицы теряют будущие выплаты. Главный акцент – это социальная защищенность наших граждан, это социальные гарантии, это будущее людей. То есть сегодня, пока люди молодые, не думают об этом, а пенсия наступает завтра, и люди оказываются за чертой бедности. Требование к руководителям предприятия – непременно оформлять трудовой договор с человеком сразу после его выхода на работу. Иначе штраф – 120 тысяч за одного сотрудника. Его за последнее время уже заплатили шесть бизнесменов. К тому же санкции вовсе не отменяют необходимость оформления документов. Так, стоит ли дожидаться комиссии? Этот вопрос городские власти адресуют всем нарушителям. Ведь проверки – не сезонное мероприятие. Оно продлится до тех пор, пока не будут официально трудоустроены 70 тысяч сочинцев. Именно столько человек, получающих зарплату в конверте, выявлено на курорте. Член Общественной палаты России Константин Затулин побывал на сочинском мясокомбинате и встретился с его коллективом. Прежде всего, член Общественной палаты России Константин Затулин посетил производство одного из старейших предприятий курорта – сочинского мясокомбината. Он был основан в 1937 году. Это предприятие, которым город должен гордиться. Потому что уровень, качество, продукция, объем – все это соответствует самым лучшим российским, а может быть, не только российским стандартам. К сожалению, в 90-е годы мы утратили целый ряд таких предприятий, о чем сейчас горько сожалеем. Молкомбинат у нас пропал, пивзавод прежний. Такие выводы Константин Затулин сделал после того, как познакомился с технологическим процессом, организованным на предприятии – от приема сырья до производства продукции, а также с работой бактериологической и химической лаборатории, специалисты которых как раз и следят за качеством. Мы исследуем белок, жир, влагу. И только после этого продукция выпускается. Сегодня сочинский мясокомбинат выпускает порядка 70-80 тонн колбасных изделий в день. По словам руководителей предприятия, с началом курортного сезона объемы производства значительно выросли. Правда, на сочинский рынок попадает только 30% продукции. Все остальное реализуется за его пределами. Вот только на пути к конечному потребителю предприятие сталкивается с некоторыми препятствиями. Одна из проблем – это, конечно, наша сложная логистика, потому что в город Сочи мы имеем всего одну дорогу, и она у нас практически до города Туапсы двухполосная, поэтому по этой дороге завозится все с рием вспомогательные материалы, и по этой же дороге вывозится, соответственно, готовая продукция. Но не только эту проблему предстоит решить, чтобы сочинский мясокомбинат, который, к слову, является одним из крупнейших производителей в России, успешно работал и впредь. В принципе, как и другие предприятия страны. По мнению Константина Затулина, следует установить контроль за ценообразованием и ввести прогрессивное налогообложение. Своими размышлениями член общественной палаты поделился с трудовым коллективом мясокомбината и по традиции ответил на самые волнующие вопросы. По электроэнергии я плачу себя, и столько же, чуть поменьше, общедомовые нужды, вода холодная, горячая. Что это объяснит? И почему это в таких размерах? Зачем тогда эти щучки устанавливались в каждой квартире? Или это мы платим добросовестные, как бы, платильщики, платят за детство, кто не платит совсем? Я считаю, необходимо провести аудит муниципальных предприятий и предприятий, которые относятся к сфере так называемых естественных монополий. Ну, то есть это все связано с водой, газом, электроэнергией, железной дорогой и так далее. Потому что цены, которые здесь выставляют в Сочи за подключение, за эксплуатацию, они завышены. Система, по которой рассчитывается стоимость оплаты услуг ЖКХ, просто аморально, подытожил Константин Затулин. Он уже занимается проработкой этой проблемы и считает, что ее можно решить только в высших эшелонах власти, в частности, в Госдуме. Кстати, внимание законодателей заслуживает и строка в платежках за капремонт. Но это далеко не единственные проблемы, с которыми сталкиваются в Сочи и в России в целом. Образование, здравоохранение, экология, сельское хозяйство – во всех этих сферах есть недочеты. А значит, работать депутатом седьмого созыва придется, не покладая рук. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи открылась летняя школа МГИМО. Это уже третий ежегодный проект, который реализует на курорте Московский государственный институт международных отношений. За импровизированные парты сели 40 студентов. Лидеры молодежных организаций будут участвовать в деловых играх и проходить управленческие тренинги, чтобы узнать все тонкости молодежной политики нашей страны и пополнить личную копилку новыми знаниями. Занятия проходят под девизом «Россия в мире. Международное право и международные отношения». Получить те знания, которые никаким образом не звучат в университете, вот так подробно. Все эти наши общения, они направлены на то, в том числе, чтобы человек четко получал, наверное, и компасы, и карты. Те, которые будут отвечать современным событиям. Сочи в качестве образовательной площадки выбран не случайно. Именно здесь проходит большое количество событий международного значения. Помимо занятий, участники летней школы МГИМУ ознакомятся с постолимпийским наследием курорта. Побывают в Красной Поляне. По словам организаторов, летняя образовательная площадка должна подготовить лидера волонтерских движений, активистов предстоящего молодежного саммита «БРИКС» и Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который стартует в Сочи в 2017 году. В разгар летних каникул в каждой сочинской школе работают профильные лагеря дневного пребывания. Сегодня в 20 образовательных учреждениях отпраздновали закрытие смен. В лагере 15-й гимназии «Планета радости» ребята провели ярмарку добрых подарков и спели хором в честь стартовавших Всемирных хоровых игр. В этом году школьные лагери дневного пребывания открыли двери для 9292 юных сочинцев. В этом году они работают по трем профилям. В одних выращивают рыбу-гамбузию и выпускают ее в водоемы, в других ребята вступили в кулинарный клуб, третьи, как, например, в 15-й гимназии, выбрали хоровое направление. Сегодня, в день закрытия смены, ребята продемонстрировали все свои вокальные способности. Раз-дощечка, два-дощечка, будет лесенка. Раз-словечка, два-словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам. Если у вас есть талант, поделитесь им с друзьями. Если вам есть, что показать миру, покажите. Если ваша душа поет, пойте вместе с нами. Это девиз нашей лагерной смены в этом году. Вся программа лагеря была занята музыкальным воспитанием детей. С целью популяризации хоровых игр мы каждый день пели какие-то песни. Идея у нас была приучить детей к хоровому пению. В рамках работы летней лагерной смены 15-я гимназия успела принять участие и во всероссийской вокальной эстафете «Душа поет», которая проводилась в поддержку российских участников хоровой олимпиады. Песни, уверены преподаватели, помогли школьникам не только весело провести время, но и раскрепоститься, найти друзей. Напоследок ребята также получили заряд позитива. Каждый поучаствовал в шоу-программе, а также обменялся добрым подарком. На школьной ярмарке гимназисты представили свои кулинарные изыски и даже хендмейт-изделия, которые мастерили в лагере. Все вкусности раскупили родители и гости. А такими румяными блинами угощали предъявители вот таких пригласительных листовок. Их ребята сами распространяли по району. В целом летняя кампания в Сочи проходит достаточно активно. Яркая и насыщенная программа подготовлена для ребят разных возрастов. К примеру, для подростков работают лагери труда и отдыха, где дети получают свои первые заработанные деньги. А вот многие ребята, которым понравилось в лагере, могут продлить свои каникулы. Сочи получил путевки в Международный детский центр «Артек». Уважаемые родители, если ваш ребенок является победителем краевых, городских, всероссийских конкурсов, спортивных, интеллектуальных, если он является отличником учебы и у него есть призовые места в конкурсах, то обращайтесь в управление по образованию и науке, вы будете включены в список кандидатов, которые будут получены путевки. Путевки совершенно бесплатны. Лагерь сплачивает ребята, а еще дает возможность педагогам убедиться, что их ученики все-таки самые веселые, умные, активные и творческие. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи-парке гостят уральские пельмени. Артисты шоу выступают в программе «Лучшее навсегда». Для этого они привезли в Сочи-парк несколько тонн аппаратуры, вращающуюся сцену и собственный оркестр. В программе уникального проекта самые популярные у зрителей номера. На сцене впервые на гастролях полный звездный состав исполнителей. В перерывах между выступлениями народные любимцы раздают автографы и уже опробовали аттракционы. В Сочи-парке артисты шоу «Уральские пельмени. Лучшее навсегда» дадут 12 представлений. Заключительное пройдет 14 июля. Знак ГТО на груди у него. В Сочи первыми обладателями золотых значков ГТО стали школьники. Этих ребят называют первопроходцами. Они в числе первых оказались готовыми к труду и обороне. Челночный бег, подтягивания, сгибания, наклоны, метание, бег на лыжах, кросс по пересеченной местности. Весь этот комплекс ребята сдали на отлично, за что и заработали значок «Отличника ГТО». Пришлось делать очень многое. Брыжки в длину, бег на короткую дистанцию, на длину. Конечно, длинной дистанции мне дается не очень хорошо, но я пробежала. Это была большая победа для меня, потому что, когда ставишь цель, когда ты добиваешься ее, ты понимаешь, что ты можешь еще больше. И, возможно, в следующий раз у меня будет не один золотой значок, уже в другой степени, и я добьюсь его. Напомню, президент России Владимир Путин распорядился ввести в действие физкультурный комплекс ГТО с 1 сентября 2014 года. В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет. А с 2015 года результаты учитываются при поступлении в высшие учебные заведения. Хотел бы обратиться к вам, попросить вас о том, чтобы вы не только не скрывали этого, чтобы вы этим гордились и на каждом углу, наверное, рассказывали, что вы владелец золотого значка, как он вам пригодился. Вы уже победители, вы уже с золотым значком, и хотелось бы, чтобы вы привлекли в спорт тех, кто еще сегодня не определился. Добрый путь, ребята. Не останавливайтесь на достигнутом, только вперед. Всегда первым. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск по традиции информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. О всем самого доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...